Всем привет, с вами канал PS4 Xbox One Russia. Сейчас у нас видео будет посвящено сравнением цен eShop и Nintendo eShop и Sony PlayStation. Насколько консоли примерно равны, ну то есть консоли и консоли, то есть это не ПК. Прямое сравнение в магазинах по распродажам, по ценам, ну по распродажам конкретно сейчас я хочу пройтись. Что предлагает eShop, что предлагает Sony. Нинтендо, вернее, что предлагает Sony. Давайте зайдем. Вот распродажа в Nintendo eShop. Заходим. Вот, собственно, игры вот Сибирь. Сейчас, кстати, неплохо можно забрать. Единственное, что голосовец окружается, Сибирь, то есть такое разрекламированное, так скажем, все, наверное, играли. Это квест, если что, кто не знает. Вот, и пошли игры дальше. То есть вот Сибирь 3 за 700 рублей, кстати, вот, ну как, недавно, в 2018 году была выпущена тоже. Теннис, вот кто любит, за тысячу. Вот, то есть раньше, смотрите, сколько стоили, да, то есть скидки, в принципе, большие. Но вот игр самих, вот, качество игр, это вот, конечно, вопрос. Потому что вот это все какое-то, так скажем... Вот, кстати, список желаний, который я набросал, там, 70 наименований, вот мы посчитали 130... 60 наименований, 131 тысяча, чтобы если вот сейчас все покупать, что я хочу из этого магазина, вот именно онлайн, да, не на картриджах, а именно онлайн, не с рук, все. 131 тысячу надо будет заплатить. То есть, ну, цена консоли 20-ка, да, и 131 тысяча игры. Как бы вот вам сравнение. То есть, на чем делают игры. Но тут вопрос в другом. Тут ценовая политика именно Nintendo желает, ну, старается желать очень лучшего. То есть, даже по вот этим скидкам игры тут, ну, такие, иньюшатина одна. То есть, нормальных игр, ну, мало. То есть, нормальные игры, они стоят full price. Вот, к сожалению. На Соника, там, ну, не на Соника даже, на это, на Марио, на Покемонов, на вот эти вот игры, которые хочется поиграть на Nintendo, скидок нет. Очень, к сожалению, скидок нет. Хотя игры уже давно вышли. Здесь и игр по нормальному фактически нет. Ну, нет, почему? Игры, вот я 70 наименований-то себе выделил. Таких, как на PlayStation, вообще тут игр нету. Не колды тебе, не Battlefield. Ну, это и консоль не для этого предназначено, так скажем. И это и простительно, но... И вообще уровень игр абсолютно разный. Ну, я тебе... Я вот это рассуждение другое, что для Nintendo все-таки, я считаю, больше игры подходят такие в духе Витсбоку, ну, как Марио, да? То есть, платформеры. То есть, платформеры это чисто Nintendo Switch. Вот, и Nintendo, по сути, выпускает игры платформеры. Большинство, ну, 90% проектов идет именно платформеры. Для Nintendo Switch заходит офигенно именно платформеры. Классно играется. На PlayStation не играются платформеры, играются крутые большие игры, типа, там, Doom и так далее. Doom здесь, я понимаю, что он здесь есть. Но Doom здесь, ну, как бы, во-первых, разряд батареи адский. 30 FPS, ну, картинка, ну, тут, ну, и Ведьмака, я считаю, Ведьмак, да, он прикольный, что он здесь вышел. Но, опять же, я не буду играть здесь Ведьмак, я не буду здесь играть Doom. Я буду играть здесь платформы, платформеры, платформеры, игры платформеры. Конкретно только это. Потому что ни на компе это все не играется. Ну, то есть, для меня, я не могу играть в платформеры ни на компе, ни на напойке. То есть, это, как бы, не экстезия. Вот. Switch покупается чисто для платформеров. Платформеров здесь много, но многие платформеры полное говно, так скажем, да. То есть, вот, опять же, смотрим по скидкам. То есть, ну, вот, пожалуйста, скажет, 111 рублей. Ну, вот это хель, вы не будете играть. Ну, это полная хрень. То есть, я, честно, я купил вот игры, тоже вот за такие деньги, но типа квесты. Вот квесты, кстати, еще и квесты платформеры и квесты. Прикольно здесь зайдут. Которые, знаете, такие не... Короче, игры экшеновые не для свитча. Игры на... Ну, или вы подключаете его к монитору, да, и играете с проконтроллером. Да. Но графика будет хуже, чем на PlayStation. Надо ли вам это? Ну, я думаю, что нет. То есть, игры платформеры. Ну, видите, то есть, как бы, ну, вообще ничего не узнаваемо. Как бы, игры, по сути, таких прикольных, только вот кроме Сибири, я выделить не могу. Да, то есть, все. Больше интересного ничего нет. Дальше. Переходим на скидки PlayStation Store. Смотрим. Я выровнял именно по скидкам, что вообще предлагает нас сегодняшнюю минуту, то есть, на 28.04, да, 2020 год, что предлагает нам Sony в PlayStation Store. Когда вы, ну, на PlayStation, что вы, когда вот вы купили консоль, что вы можете поиграть. Это 6500 игра со скидкой уже? Нет, это EA Access, ты можешь оформить, я так понимаю. А, появилась, кстати, у Sony же EA Access, по которому вы можете играть, я так понимаю, бесплатно вот это все. Ну да, без скидки, в принципе, тут, видите, тоже как бы так, дорого. Вот, а хотя вот здесь вот Spider-Man, ну, тут это дополнение, 287 рублей стоит. Дест-тренинг, понятно. Это самое, подожди, давай лучше отсортируем без дополнения, только сами игры. Ну, давай. Вот сами игры. Ну, по Акцессу вы получите бесплатно вот эти игры. То есть, оформляйте подписку, вы бесплатно получаете. Ну, вот, например, EA Sports, UFC 3, 600 рублей. Division 2, 800 рублей. Resident Evil 2, 1200. Даже Ведьмак тот же, 2600 стоит. Out of Worlds, 2400. Borderlands 3, 1800. То есть, ну, как бы, Monster Hunter World, кажется, 900 рублей всего. Ну, то есть, как бы, вот, я уже... О, Цивилизация, 1800. God of War. God of War. Скидка. Она так стоит, 1999, то есть, 2000. То есть, эксклюзив на PlayStation, который стоит 2000 рублей. Понимаете? Это не 4500. То есть, как бы, вот, ну, 1200, да, дальше идем. Skyrim. 1200. Так он стоит 3,400, так сказать. 65% на ней дает скидки. 1200 всего стоит. Dark Souls 3, 600 рублей. То есть, по сути, вот, я, купив консоль только, я могу, имея, там, ну, скажем, 5000 рублей, вот здесь я могу накупить игры, вот мне хватит, вот столько. Kingdom Hearts. 1200. А стоило 13800, да? Ну, я округляю, 1200, да? То есть, тоже, вот, имея 5000, здесь можно купить игры, вот, если посчитать, ну, много. Вот, допустим, вот эту игрушку я хочу сыграть. Например, на 100 всего 1200. Это, опять же, вот я хочу сыграть Mario, да, там, 1400, 500. Кажешь, стоит 2500. Здесь, в онлайне, ни с кем не ездя, не встречаясь, я заплачу всего 1200. Там-то ты тоже можешь на коттедж закупиться, просто... Ну, чем я могу там закупиться? Там вот совсем другие игры. Да, там... О том, что вообще... Я могу, хорошо, на 5000... ...консоль разного... Ну, ценовая политика, ценовая политика, опять же. ...ценовая политика, а разные цели. То есть, Nintendo, это слабая консоль, слабо-мощная. И там, в принципе, в основном игры только такие, как бы, казуальные... Ну, не казуальные, а... Платформеры. Которые не требуют графических этих самых мощностей больших. То есть, там нет вот таких вот больших проектов, AAA, которые... Нет, почему? Там есть тот же Ведьмак, AAA, пожалуйста. Doom, AAA. Skyrim, AAA. Это не реально, я тебе говорю. Есть там все. Тут цена на Switch'е на тот же Skyrim, на тот же, например, я не знаю, ну вот... Dark Souls и God of War там нет. Ну, вот, Monster Hunter... Много второго ремейка там нету. Нету. Много всего нету. То есть, они по мощности разные. Ну, хорошо, да, мы сравниваем сейчас. Мы вот это... Ну, вот, смотрите, Булбон, например, вообще 900 рублей. То есть, как бы, вот... Да, Квичерс, кстати, вот. Распродажа игры, вот, 1300 всего. Вот, Doom, пожалуйста, 574 рубля. 570, блин, 4 рубля. А там стоит он... Doom, сейчас я вам скажу, сколько там Doom стоит. Давайте найдем Doom. Да, потому что... Вот, пожалуйста, 4500. Ну, вот, кажется, с какого фига? Вот с какой фига игра вот 17-го года стоит 4500? Когда здесь она стоит 500... Даже, вот, смотрите, даже здесь, вот, даже фулл прайс у нее 1200. А потому что она PlayStation Hits приравнена. У Nintendo нет такого Nintendo Hits и такая, знаете, цена, ва-ля, там, 1200. Благо, если была бы там хотя бы такая вот цена 1200. А, 1200. Понимаете? То есть, ну, как бы, изначально еще и скидку сделали в 574 рубля. Ну... Ну, назад через это, а через правую кнопку. Сейчас такая... Вот. Ну, то есть, как бы, вообще непонятно, в чем... Залфа встал, с одни из нас. 600 рублей. Ну, окей. Вот. Good War, хорошо, эксклюзив. Mafia 3. Не эксклюзив. Vampir, вот, пожалуйста, Anhem. Ну, как бы, 600 этих игр нет вообще на Nintendo. Не на куне есть. Не на куне, вот, например, ребят, смотрите, не на куне. Сколько стоит? Мне кажется, надо сравнивать тебе на те игры, которые идти там и там. Ну, хорошо, не на куне. Вот, пожалуйста, 70% скидки. 1200. Стоило 4, ставит 1200. Смотрим. Сможешь так написать название? Смогу. Так. Сходите, свет. Скопируй название, просто нормально. Сейчас посмотрим. Ну, вот. Это ремастер. А, кстати, Вольфминштейн тоже. Много слишком слов скопировал. Надо было только... Вот это, короче, скопируем. Я вижу только вот это сейчас. Ну, получается, что там вообще нету этой игры здесь. А, ну, значит, да. Надо скопировать сюда и посмотри, сколько вот это вот игра стоит. Это ремастер, кстати. Копируем название. 4 тысячи. Но это не целиком. А если бы без взаимодействия? А что, нету на PlayStation? Прикольно. Они отметились. Ну, вот, получается. А, еще и даже экклюзив вот здесь вот. Бесплатно PlayStation Plus. Ну, вот он. Вот он. Вот. Вот он. Смотрите, ребят. По скидке 1500. Так она 3200. Ну, 3200, а тут 3999. Вообще непонятно, как бы... Да там нет, там, там 1500. Без скидки. Там сейчас 1500. Ну, то есть, как бы, ребят, ну, блин. Nintendo непонятно. Зато здесь можно играть прям в руках. Держишь консоль. В метро едешь и играешь. Кстати, мне интересно, тут нету русского. А тут, там, интересно, есть русский? А, лол. Вот это лол. Представляете, короче, здесь, здесь есть русский язык. А на Nintendo его нету. Представляете? Нету. Вообще непонятно, как. Как они заливают это все без русского языка, если официально он есть. Короче, блин, вот за что-то хочется хвалить Nintendo, а за что-то хочется просто... Разработчики-то, может быть, а... Одинаковые разработчики. Ну, какая разница? Разработчик-то один. Он загружает игру в магазин. Понимаешь? А не Nintendo. Левел-5, вот разработчик. Пожалуйста, почему он загрузил его на русском? Вот эти одному богу известно. Почему в российском истории не продается на русском? Но все равно преимущество есть же. Ну, понятно. Потому что это портативная торцова. Это в этом все и преимущество. У них, во-первых, нет конкуренции, как есть у Sony. У Sony конкурент какой? Xbox. Xbox, ну, Nintendo так особо... Ну, как бы, в Японии это конкурент. Потому что в Японии вообще тяжело приходится. Nintendo их жмет. Вот. Но в плане ценообразования на игры даже, вот кажется, консоли даже, ну, по идее, дорогие игры. На Sony реальные игры дешевле. Намного дешевле. То есть еще и по распродаже, который тут очень часто. Айд плюс левую кнопку, да? Нет. Айд плюс левую кнопку. Попробуй так. Так. Ну, то есть, дойдем дальше. Ведьмак. Две с половиной. А там он сколько? А там даже, по-моему, он... Ну, там в районе четыре с половиной будет. Crash. Вот это, вот этого нет. Tomb Raider. Нету, кстати, Tomb Raider. Shadow Tomb Raider. Вон, 1200 всего. Monster Hunter World. 900. Ну, то есть, как бы, тут нужно долго это продолжать. Просто я к чему говорю, то что, ну, видите, что... Ну, в общем, все понятно. Да, все понятно, да. То, что, во-первых, есть у PlayStation такая фишка, как PlayStation Hits. То есть, по которой игры уже снижена цена. То есть, например, как на Infamous. 1200 он стоит. То есть, у Nintendo есть куда идти, но вопрос... Они не хотят туда идти. Да, куда вот? На скидки, то есть, на уступки. То есть, они могут это сделать две секунды, я уверен. То есть, как бы взять и ввести вот это все, снизить цены. А зачем? И так все, как говорится, покупают. Понимаете? И так все покупают. То есть, даже игры, вот давайте посмотрим. Например, Nintendo 3DS. Давайте посмотрим. Прошлое поколение консолей. Вот прошлое. Сколько стоит игры на них? Давайте. Нормально так вот. Дешево. Подожди, это ноунейм. Это ноунейм. Это все индюшатина. Смотрим. А по мощности сопоставимой частица с PlayStation есть у Nintendo? Нет, конечно. А Wii U вот эти вот Wii? Это все в прошлое поколение. Слабое. С чем оно сравнится? Стоит и строительство PlayStation? Или с чем? Один терафлопс. Я не знаю, с чем сравнить. У третьей меньше было. То есть, она мощнее, да, чем третья PlayStation? Ну, да. Но там есть нормальные игры? Такие, как на PlayStation 4? В плане нормальные. Ну, там наподобие Battlefield. Что-нибудь такое нормальное. Так неудобно управлять, понимаешь? Тут задачи разные. Вообще на Switch игры неудобны. Ну, если у вас нет Pro-контроллера, и вы там поставили Pro-контроллер и взяли руки. А если чисто вот джейконами управлять, ну, неудобно в эти все игры играть. В платформеры только удобно так играть. Ну, вот, пожалуйста. Ну, хорошо. Здесь Zeld, например. Он тоже 1500. Откровенный офтайм. Который в 2019 году вышел. За него 1500, просите. А они вообще больные, больные. Ну, то есть, как бы... Вот, например, Rayman 3D. Вообще даже цены нет. Давайте посмотрим на Wii U. Вот Wii U это предыдущая консоль от Nintendo. Которая вышла... Ну, когда Switch, вот, после вышла. Это Wii U. Смотрим на Wii U. Так, Wii U. Вот, Rayman Legends. Вон. Две... Триста. Четыре двести. Четыре двести. Ну, блин. Dark Saiders. Ну, вот, и хотя бы какие-то знакомые игры. Ну, Dark Saiders есть и на Switch. Ну, Assassin's Creed, Call of Duty, я уже видел. Ну, понятно. Call of Duty, да. Black Ops. Mass Effect 3 вот есть. Ну, опять же, это графика, во-первых, какая была у Wii U. О, не фаспет есть. Ох, ты любим. Танк, танк, танк. Ну, то есть, как бы... Понятно, это уже тема другого ролика. Но, вот, как бы, как сказать... Вот Wii U... Nintendo Switch хороша именно вот в платформерах. Вот я её взял для платформерных. В платформерах офигенно. Ещё, кстати, классно, типа, игры, типа Diablo. Вот это вообще офигенно. Вот я хочу, в первую очередь, вот, куплю Touch Light 2, мне понравился. И Diablo 3. Вот это да. Вот это офигенно. Играешь, грубо говоря, и графика там хорошая. Вот. И вообще очень классно. В такие вот игры классно играть. Исследовательские. Но не 3D. Ведь сверху классно. А вот 3D, вот это всё управление, это всё Nintendo. Поэтому они это поняли и выпускают. Вот саму Nintendo выпускает только платформеры. Фактически. А игры заходят для Nintendo именно... Вот Animal Crossing тоже. Animal Crossing. Не 3D. Вид сверху. Ну, как бы, это такой вид сбоку. Да, удобное перемещение. Вот это хит сейчас. Animal Crossing. Да? И, ну, вот эта игра крутая. Потому что там вот именно вот ты ходишь спокойненько, неторопливо там вот. Никто тебя не заставляет там жать на клавиши, там, допустим, что-то там исполнять. Непонятное на джойстике. Вот такие игры заходят. И продаются хорошо. Это продаёт платформу. И Nintendo нашла свою золотую середину. Почему нет? Молодцы. Молодцы. Но в плане цен совершенно не молодцы. Я на месте Nintendo Россия сделал ценовую политику чисто для России. И вот эти 4500 сделал бы максимум. Ну, максимум там, я не знаю, новые игры выходили по цене бы 2500. Это максимум было бы. Вот как вот. Или даже как в Steam. 2000 максимум. Всё. Новая игра 2000. И скидки. То есть, пожалуйста, делать скидки. Вот на игры, которые там год-два, пожалуйста, делать скидки. Вот хорошая распродажа 50-70%. Чтобы я реально на 5000 мог набрать эксклюзивов дофига. И играл бы, радовался. А не на 131 тысячу. Мне надо потратить. Ну, ладно. 131 тысячу там все. Ну, хорошо. Ну, 1000. Ну, 1040 точно мне надо потратить, чтобы вот закупиться эксклюзивами. 1040. Ну, это дорого очень. На 1040, я не знаю. Я в Sony могу вообще, наверное, весь магазин скупить. Ну, хорошо. Все игры я могу на 1040 купить. Все игры вообще, которые мне интересуют. Особенно по скидкам. Вообще. Всё. Можно закупиться, затариться и вообще не париться. Вот. Ну, в этом видео я с вами прощаюсь. Понятно, что на Sony намного круче игры. Они дешевле стоят. Ну, игры ты не поиграешь в транспорте. С собой не возьмёшь. Да, да. Но, между прочим, это самое. Есть же приложение, я не помню, у Sony есть какая-то функция, что ты можешь играть на смартфоне в соневские игры? Ну, есть, но это рядом с консолью надо находить, чтобы она в одной Wi-Fi-зоне была. Есть там такой, Remote Play называется. Именно в одной Wi-Fi-зоне? Да, в одной Wi-Fi-зоне. Ну, сети имеется в виду Wi-Fi. Через обычный интернет? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Нельзя. В том-то и прикол. Так было бы прикольно, конечно. Взял телефон, взял консоль, у тебя пожалуйста. Просто на телефоне-то нету вообще никакого элементов управления. Потому что там джойтех-то нету. Ну, как бы... Ну да, портативности нету, в общем, портативности. Тут в Sony нету. Ну, и не только в Sony, на Microsoft тоже нет портативности. Ну, так что вот, получился такой растянутый обзор. Но основную суть в улове, я думаю. Вот, для чего консоли... Ну, для чего и как. Вот, на этом будем с вами прощаться. С вами был я и Санек. Все, до новых встреч. Пока. С вами был я, Санек.